Совершенно замечательная книжка, я ее очень люблю, называется «Заочные математические олимпиады». Автор этой книжки Василий Бутенмахер, она была составлена в следующем опыте. До интернета проводились олимпиады, когда печатали условия просто в округом газетам, и школьники должны были присылать на определенный адрес. Естественно, что часть этих задач была опубликована в виде книги, вот и получилась такая замечательная книжка. Почему ее стоит читать? Потому что среди авторов есть Васильев. Это абсолютно великий автор, один из создателей журнала «Квант», замечательный человек, вот он очень рано умер, Николай Васильев, в 1927 году, но, тем не менее, он успел много всего сделать. Главное, что он успел сделать, это задача «Кванта». Очень советую хотя бы немножко его читать. Журнал «Квант» выложен здесь, в интернете, на сайте mccm.ru, есть раздел, посвященный журналу «Квант», и там вы можете смотреть, там разберетесь. Давайте сейчас что-нибудь порешаем. Например, такая задача. Имеются контейнеры двух видов. По 130 кг и по 160 кг. Нужно полностью загрузить ими грузовик, который вмещает 3 тонны. Можно ли это сделать? Нужно решить такое уравнение. 130х плюс 160у равняется 3 тысячам. Вот нужно это уравнение решить в неотвязательной целой числе. А нужно именно прям 3000. Им нужно прям 3 тонны, чтобы ни грамма больше, ни грамма меньше. Придумать такие числа, чтобы выполнялось вон то уравнение. Только они должны быть целой и неотвязательной числа. А в периоде нельзя, да? А? В периоде нельзя. Что значит в периоде? У вас целая клеща контейнера. А что, прям полностью? Продолжение. Что-то, прям полностью. Не понял. Представьте, вы настоящий хрущик. Вас не инфектируете. По 130 килограммов. Или по 160 килограммов. Такие... А вы все знают, из-за чего вообще были изобретены контейнеры? Да? Потому что много было рабочих и очень дорого было это все. Что дорого было? По грузкам. Ну, в первую очередь, да. Слишком много было грузов, надо было их быстро переправлять и их погружать в контейнеры. Замечательно. Казалось бы, в контейнеры ведь их тоже надо засунуть, эти грузы. В какой момент стало понятно, что очень важно перевозить именно в контейнеры? Во второй половине 20 века. Абсолютно верно. Где? В Америке. Замечательно. На каком виде транспорта? На кораблях. Абсолютно верно. Ребята, вещь очень простая. До возникновения контейнеров, судно, которое приходило в порт, надолго, на несколько недель вставало под разгрузку. То есть вот оно переплыло океаном. Конечно, на одной каждой коробке выносили персонально, да. Вот, и простой судов очень был неприятен. Очень здорово. Понятно, что так? Ну, хорошо. Как непростить это уравнение? Можно ли? Нули убрать. А? Нули убрать. Нули убрать уже хорошо. И сложить получается... Не, не, сложить непонятно. Ну, давайте нули уберем, это уже дело. 13x плюс 16y это 300. Что в нем? Можно 13 вычистить. Сверху из. Что такое 13 вычистим прямое? Ну, мы не можем. А, объединить x плюс y вместе? Да. Ну, в принципе, можно. Проблема только. Тогда нужно будет помнить, что вот то, что есть в отникло, больше, чем у. Ну, с другой стороны, можно. Нет, ребят, совсем не так попросту. А, пожалуйста, чтобы привести к нумеру 300 вычистить. Что? Чтобы привести к нумеру можно вычистить 300. Не понимаю. Не понимаю. Господа, давайте... Нужно найти, наверное, число, которое 300, на какое число делится. Да. И на какое из этих чисел 300 делится? На самом деле, ни на какое. Не на 13, ни на 16 30 не делится. 300 не делится. Ну, можно же найти число, на которое делится 300, и из этих чисел попробовать составить это число. Господа, мне предложение. Посмотрите, видите ли 16? Да. Видите ли здесь 300? Да. Они же оба делятся на 2. Чертые. Ну и более того, они даже на 4 делятся. Сократить. Идея такая. Вот это делится на 4, это делится на 4. Так? Значит, это тоже... Это ни на что не делится. Как это? Если вот это делится на 4 и вот это делится на 4, то это обязательно делится. Потому что 13х это 300 минус 16у. 300 на 4 делится, 16у на 4 делится. Значит, это должно делиться. Значит, что я могу сделать? Вот так получается. Я могу написать, что х это 4а. Где а какое-то... Согласны? Да. Что произойдет, когда я сюда подставлю. И на 4 делится. Смотрите, 13 умножить на 4а плюс 4 умножить на 4 равно 4 умножить на 75. Так? Нет. Замечательно. Это 4 делится. Уже говорили. И получается такая штука. 13а плюс 4у это 75. Заметьте, числа стали уже намного меньше. Так? Да. Так. Отлично. Теперь, теперь что дальше? А вот что? Очевидно, а не черное число. Да. 13х или а все-таки? А. Потому что мы, смотрите, мы заменили х на 4а. Здесь поделили 4. Так вот, очевидно, а не черное число. Так? Ну, ребята, поскольку здесь числа маленькие, то давайте это просто замешиваем в документе. 75 минус 13а. и вместо а будем подставлять разные варианты. Вместо а подставляем единицу. 75 минус 13а. Сколько будет? 62. 62. 62. 62. Не делится иначе? Не делится. Плохо. 75. 75 минус 39. Сколько? 36. Сколько? 36. 36. 36. Делится? Да. Делится? Отлично, вот этот вариант хороший. Так, следующий. Нечетное число 5. 5 умножить на 13. Это? 65. 75. 75. А это 3. Вот. 36 или это 4? Это 9. У это 9. Ипс это 4 или а. То есть 12. Все поняли? Заметьте, пожалуйста, выяснилось, что решение единственное. То есть не просто мы подобрали, но выяснилось, что других решений в неотрицательных целых числах просто не бывает.